Продолжение именно то, что ты спросил Элли. Он также писал, что нельзя во вредище приходить в Дом Царя. Да. Так почему он захочет прийти в Дом Царя, если у него совершенство есть? Он пишет здесь, что должен быть в состоянии совершенства. И он пишет, что эта сила должна ему светить во время выполнения Тора и Заповеди, потому что нельзя приходить в Дом Царя во вредище, в мешковине дословно. Так что, значит, это совершенство не даёт ему быть в Трауре, в Хессароне. Что это за сила? Почему он захочет прийти вообще тогда в Дом Царя? Чтобы получить в исполнении своего состояния доведение до совершенства. Но у него как бы есть совершенство. Он сейчас выполняет Тору и Заповеди, получает ощущение совершенства во время этого действия. Да. И, по всей видимости, это не обычное совершенство, желание получать. Это другое совершенство. И он говорит, что нельзя приходить в Дом Царя, в мешковине, во вредище. Так что это за совершенство, которое является и совершенством, и совершенством, и желание даёт прийти в Дом Царя. Потому что он делает это не из-за того, что ему не хватает чего-то, а из-за того, что он сейчас может передать Творцу его Хессарон к слиянию. И Творец будет рад наполнить ему этот Хессарон и раскрыть, что они находятся в слиянии. То есть совершенство, о котором он говорит, это Хессарон к слиянию. Этого он искал, это его совершенство. Да. Когда ему нет недостатка ни в чём, кроме как в слиянии. Да. И он за это в благодарности, он в радости от этого. Конечно. Так здесь также тот же вопрос встаёт в начале статьи, когда он говорит, что чёрное должно быть написано на белом. Так если мы скажем, что белое это совершенство, что значит чёрное на этом белом? Видимо, отсутствие совершенства, которое человек ощущает. Это тот самый Хессарон, о котором мы говорим? Да. Спасибо.